Как риэлторы разводят продавцов квартир на деньги? Если хотите знать об этом все, не переключайтесь. С вами Тарас Юрист на моем канале. Но прежде чем начать мое повествование, дорогие друзья, хочу вас пригласить к себе на телеграм-канал. На моем телеграм-канале я делюсь моими видеороликами, а также там много другой информации, той информации, которая не входит в выпуски на ютубе. Ссылочка на мой телеграм-канал в описании. Переходите и подписывайтесь. Буду рад вас там видеть. Давайте, друзья, представим такую ситуацию. Вы решили продать свою квартиру. Выставляете объявление, скажем, это OLX, наш, скажем так, самый популярный сайт. И первые, кто начинают вам звонить, это, естественно, не потенциальные покупатели, а риэлторы, либо представители вот этих всех агентств, которые занимаются куплей, продажей недвижимости. Что же они от вас хотят? Они, естественно, хотят, чтобы вы заключили с их конкретно агентством договор, эксклюзивный договор на продажу. Что подразумевает данный договор? Вы им платите какие-то деньги, а также обязуетесь в дальнейшем заплатить какую-то комиссию, если недвижимость будет продана. А в случае отказа от данного договора вы должны будете оплатить неустойку в денежных средствах, естественно, данному агентству. Это делается для того, чтобы убедить вас отказаться от ваших объявлений и довериться этому агентству, чтобы конкретно они занимались продажей вашей недвижимости. Для того, чтобы вас убедить, они будут использовать различные приемы. Говорить, что за такую цену, как вы выставили, вы квартиру никогда не продадите. Если вы не воспользуетесь их услугами, то вы останетесь и без квартиры, и без денег. А кроме того, у них есть секретная база. Та секретная база, в которой есть клиенты, которые хотят купить квартиру именно в вашем районе, именно на вашей улице, именно на вашем этаже. И именно точь-точь за ту цену, за которую вы хотите продать. Представляете, друзья, как это выгодно. Что будет, друзья, если вы подпишете данный договор и уберете свои объявления из интернета? Агентство, поверьте, не будет очень уж активно заниматься продажей вашей квартиры. Вы увидите, что показов нет, либо их практически нет. Может, кого-то там раз в месяц и приведут, чтобы он посмотрел на вашу квартиру. Естественно, такая ситуация месяц, два, три, она вас не устроит. Потому что вы захотите все-таки продать свою недвижимость. И несмотря на вот эти все сладкие песни, которые вам будут напевать представители агентства недвижимости, все-таки у вас есть цель, она заключается в том, чтобы продать квартиру. Что в этом случае предлагают агентства недвижимости? Они говорят, да, друг, давай расторгнем с тобой договор. Но тут есть пункт у нас в договоре, согласно которого, если мы договор расторгаем, ты нам оплачиваешь компенсацию, неустойку, издержки. Называйте это как угодно. И сумма там, друзья, поверьте, может доходить до 5000 долларов. А может даже и больше. Может и меньше. Это все зависит от стоимости вашей квартиры. И тут у вас, как говорится, есть выбор. Один из таких выборов сделали одни люди. Я это точно знаю на своей практике. Они отказались от услуг агентства и послали их, извините, куда подальше. Что сделало агентство? Через какое-то время они обратились с иском в суд. Иск удовлетворили. И с этих людей они взыскали деньги за несуществующие услуги. Но в дальнейшем эти люди обратились ко мне. Мы написали апелляционную жалобу. И апелляционный суд стал все-таки на сторону этих людей. И отменил то решение первой инстанции. Потому что оно было принято, честно сказать, без вызова сторон, без полного детального изучения всех обстоятельств дела. Нельзя брать деньги за неоказанные услуги. Кроме того, друзья, еще в рамках вот этих эксклюзивных договоров, как людей подсаживают на крючок, как с них в дальнейшем потом пытаются вот таким же образом получить деньги. Они говорят, если такой договор, то вы обязательно отдайте нам оригиналы документов. Никогда, никому, никаким третьим лицам, друзья, призываю не передавать оригиналы документов на вашу недвижимость. Они их забрали и говорят, мы их отдадим только если вы выплатите всю нам компенсацию. Поэтому, друзья, не советую заключать вот такие вот эксклюзивные договора. Какой еще есть вариант обмана? Есть ваша квартира, ваша недвижимость. Есть какая-то, допустим, ее рыночная цена. Ну, пусть это будет 30 тысяч долларов. Агентство недвижимости говорят, мы будем продавать вашу квартиру, но мы выставим цену больше. То есть она там будет на несколько тысяч долларов больше. Допустим, 35 тысяч долларов. Выставляют ее в продажу. Естественно, покупатели вам не звонят, агентство они не звонят, никого к вам не вводят. Потому что люди видят, что та же, допустим, двухкомнатная квартира в том же районе стоит у остальных 30 тысяч долларов. 31, 29, 28, 27, а ваша стоит 35. Естественно, никто к вам не обращается. В дальнейшем уже агенты начинают вас укатывать. Говорит, давай все-таки опустим цену. И рано или поздно цена опускается до рыночной. То есть до той цены, которая действительно есть. Появляются люди, появляются реальные покупатели. В чем же здесь подвох? Подвох в том, что вы с ними подписываете договор. В данном договоре четко прописано, что есть та определенная комиссия, которую вы, как продавец, должны заплатить. И, естественно, если квартира продается, то согласно этого договора вы оплачиваете комиссию. А еще зачастую бывает, что из тех людей тоже берут комиссию. Естественно, друзья, это все описывается в договоре. То есть все это, скажем так, юридически прикрывается. Есть еще такая уловка. Двойная комиссия. Что такое, вы меня спросите. Это когда, допустим, ситуация. Приходят к вам люди, все им нравится, все хорошо, квартира устраивает, они пропадают. И так несколько раз происходит. Вы начинаете задумываться, почему так. Дело в двойной комиссии. Потому что агентство иногда пытается взять комиссию и с вас, как с продавца, и с покупателя. И, естественно, получается, что услуги стоят их дорого. Будем называть это услугами. И, естественно, никто не хочет оплачивать лишние услуги. И, естественно, цена вашей квартиры выше. Люди идут, смотрят и теряются. Идут покупать в другом месте, там, где нету двойной комиссии. Еще есть очень распространенный обман. Это двойные объявления, ложные объявления. Называйте их как угодно. Вы разместили объявление. Выложили там фотографии, описание. Все полностью описали. Поставили цену. Ну, те же 30 тысяч долларов, о которых мы говорили. Агентства. Что они делают? Они берут такое же объявление. Копируют все ваши фотки. Копируют описание. Все копируют. Цену ставят, допустим, на 3-5 тысяч долларов ниже. И, естественно, люди смотрят, выбирают. И звонят. Понятно, они кому. Вам, естественно, никто вообще не звонит. А звонят этому агентству. И с этого агентства вам начинают водить так называемых покупателей. А покупатели все смотрят и говорят. А цена-то такая-то. Цена-то такая-то. И тут главная, как говорится, уловка. Главное вот это вот умение этих агентов, маклеров, называйте их как угодно, уговорить человека снизить цену. Они опять же начнут рассказывать, что сейчас вообще ничего не продается. Что сейчас кризис. Что сейчас цены упали. Что у людей нет денег. Что вот этот весь вирус, карантин. Ну, они там, я думаю, знают, что рассказать. И главная их цель убедить вас продать квартиру по нижней цене. Что же делать в этом случае. Естественно, на это все вестись не надо. И я бы советовал просто в объявлении писать то, что вы хозяин, то, что это ваша квартира. А все остальные объявления, это непонятно что. Таким образом можно как-то уйти от вот этих вот нечестных схем агентств недвижимости. В конце видеоролика, друзья, позволю немного себе порассуждать. Почему вообще происходит такая ситуация у нас в стране. Почему какие-то агенты, какие-то риэлторы, называйте их как угодно, пытаются обмануть людей. Почему у них зачастую это получается. Потому что деятельность всех этих агентств недвижимости, она никак не сертифицирована. Нет никаких лицензий, нет никакой ответственности, нет никаких вообще абсолютно квалификационных, либо других требований. То есть, они могут делать все что угодно. Они могут рассказывать все что угодно, подписывать ни к чему не обязывающие информационно-консультационные договора. В рамках этих договоров брать реальную комиссию, естественно, в долларах США. Я сам с этим неоднократно сталкивался. Я понимаю этих людей, этих агентов. И я вижу, какую вообще здесь ситуацию. В чем она заключается? В том, что они не несут ни за что ответственность. Они могут вас спокойно повезти, допустим, на какую-то стройку. Это, скажем так, из моего личного опыта. Рассказывают, что там все хорошо, все классно, все достроят, все вот-вот уже там завтра сдадут. А на самом деле у этой стройки проблемы с документами. И за это никакой ответственности они нести не будут. Они получат свою комиссию, допустим, от той же строительной компании. А вы потеряете просто все свои деньги. Все свои деньги, которые вы собирали, возможно, всю жизнь. То есть, возможно, вы продали какую-то недвижимость, что-то добавили, что-то делите, что-то увеличиваете. Вы просто теряете все деньги. А эти люди не несут никакой ответственности. И тут, друзья, я, наверное, позволю себе немного помечтать и рассказать, как вообще это все происходит в других странах. В таких странах, например, как США, как Канада. Допустим, там есть сделка тоже какая-то. Сделка, оплачиваются тоже там риелторские услуги. Они, допустим, составляют там 2, 3, 4 тысячи долларов. Поверьте, кстати, не дороже, чем у нас. И данная сделка, она страхуется. В чем смысл? В том смысл, что такие люди, как я, там вообще не нужны. То есть тот, кто проверяет документы, проверяет про реестром, оказывает какую-то помощь гражданам. То, на что, допустим, не обращают внимания в агентстве. То, на что не обращают внимания зачастую, к сожалению, нотариус. И такие люди не нужны. Сделка полностью застрахована. И если происходит такой случай, что кто-то подает, к примеру, в суд, оказываются какие-то проблемы с документами, еще с чем-то. В общем, оно там по какой-то причине вы теряете эту недвижимость. То сделка застрахована, и вы получаете уже от страховой компании полностью все свои деньги назад. То есть рынок чист, и вас никто обманывать не будет. К сожалению, пока у нас до этого в нашей стране не дошло. Поэтому, друзья, если вы хотите приобрести себе недвижимость, вам необходима моя помощь правовая, платная, проверка документов, проверка сделки, любые вопросы, платные консультации, ссылочка будет в описании. Связывайтесь со мной через мессенджеры, буду рад вам помочь. А если данное видео понравилось, думаю, знаете, что делать, пальцы вверх ставите на канал, не забывайте подписываться. Благодарю за внимание, друзья. Пока-пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok